Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Давайте снова посмотрим за тем, что же происходит на финансовых рынках и, разумеется, площадках, на которые мы уделяем максимум внимания. Разумеется, параллельно с тем, что нужно сейчас внимательно следить за рынками, нужно еще внимательно относиться к нашим брифингам, поскольку в ходе каждого из них я обозначаю кодовое слово, позволяющее вам получить дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 5 процентов и я думаю, что такой бонус, разумеется, может еще больше повысить покупательскую способность вашего депозита, что сейчас очень важно, поскольку волатильность и турбулентность на финансовых рынках весьма значительная. Давайте начнем с наших классических первых активов, это нефть и российская валюта. Посмотрим на актуальные котировки Brent сейчас. Мы видим то, что вчерашняя торговая сессия оказалась такой легкой, восстановительной для динамики черного золота и текущие актуальные котировки предполагают торговлю в районе 57,81. С чем это связано? Мне кажется, что в принципе легкая восстановительная динамика была вполне ожидаема, особенно на фоне такой стремительной просадки и коррекции, которую мы фиксировали на протяжении последних трех недель. Напомню, что меньше чем за полмесяца Brent потерял больше 10 процентов. Это очень много для локальной коррекции, но хотя мы уже точно сказали, что ни о какой локальной коррекции сейчас речи не идет, речь идет о полноценном снижении стоимости актива, учитывая общее фундаментальное окружение и, скажем, новостной фон, который характеризует поведение нефти. Если коснуться фундаментальных причин, объясняющих, возможно, восстановительную динамику в нефти, можно еще отметить перенос сроков дальнейшего этапа переговоров по иранской программе. Честно говоря, я считаю то, что в качестве локального фактора, может быть, этот новостной фон и оказал легкую поддержку. Но все равно мы прекрасно понимаем, что если сроки перенесены, это не значит то, что договоренности не будет. Мы, в принципе, уже готовимся к тому, что Иран станет очередным поставщиком энергоэсурсов на рынке и добавит объема к существующим примерно к концу этого года. Санкции будут сняты до, может быть, декабря 2015 года. Переговоры пройдут в этот четверг, может быть, они окажутся прорывными по тегеранской программе. И, разумеется, если это случится, можно будет увидеть еще больший прессинг на динамику нефти. Другие факторы – это те же самые новостные поводы, фундаментальные составляющие, которые за последние несколько дней чуть не изменились. Это катастрофическая коррекционная динамика на рынке Китая. И уже, кстати, Китаю отводят роль, может быть, еще больше угрозы для мировой экономики, чем Греции. Точнее, даже не может быть, а в этом не нужно сомневаться. Если ситуацию не удастся взять под контроль, к сожалению, негативные тенденции, тренды, они начнут очень быстро распространяться по всей мировой экономике. И, разумеется, сейчас инвесторы, трейдеры, спекулянты, институциональные инвесторы, инвестиционные банки, хедж-фонды внимательно следят за тем, что же происходит сейчас в Китае. Мы обозначали то, что Китай может выступить дополнительным фактором давления на нефть, хотя уже давно выступает через потенциальное снижение спроса. Поскольку предложение у нас зашкаливает, спрос при этом не находит балансового состояния и равновесия с тем количеством, которое присутствует на рынке, разумеется, это та самая долгосрочная фундаментальная идея, которой мы руководствуемся уже на протяжении последних 5-6 месяцев. Те, кто относится, скажем, внимательно следит за нашими брифингами и, соответственно, подключается к нашим долгосрочным идеям, разумеется, уже эти трейдерские сделки принесли очень неплохой профит, потому что мы, по сути, уже свалились с уровня 70 до текущих отметок. Я думаю, что сохраняется потенциал для еще большей коррекции. Плюс ко всему, ситуация в Греции еще не разрешена, значит, можно ожидать параллельный уход защитной активы, повышение привлекательности доллара, еще больше давления на энергоресурсы и, возможно, через самые негативные сценарии, которые могут случиться по еврозоне, спровоцируют снижение темпов экономического роста, что также повлияет на снижение спроса. В общем, факторов много и все они в целом указывают на то, что нефть следует продолжать продавать, тем более, что вчера были опубликованы данные по запасам нефти США, и, согласно статистике, запасы в Кушинге, это главный нефтяной терминал и хранилище в Оклахоме в США, увеличились на 380 тысяч баррелей. Поэтому у нас уже легкая тенденция, вторая неделя подряд, я думаю, что она может продолжиться и дальше. Тем более, что мы знаем о росте количества буровых установок, что произошло также впервые за последние 30 недель. Поэтому такой фон позволяет нам делать коллекционную ставку. Напомню, что по нефти мы ожидаем движения в район 55, до этого уровня остается еще 2 с небольшим долларом, хотя, если быть уж совсем точным, с учетом актуальных цен, около 3 долларов. Но рынок очень волатильный в последнее время, стоит появиться на рынке дополнительному позитиву для нефти, значит, эта цель будет реализована очень быстро. Что касается рубля, тут пока налоговый период еще не скоро, факторов поддержки для российской валюты, по сути, нет. Учитывая то, что мы уже обозначили риски в связи с ситуацией в Греции и Китае, значит, это такой же риск, провоцирующий на уход трейдеров из рисковых инструментов, которым, разумеется, параллельно с нефтью всегда относилась и российская валюта. Соответственно, сейчас, если мы ожидаем коррекции по нефти, я думаю, что уже текущему ослаблению энергоресурсов ценовому достаточно для того, чтобы среднесрочно продолжать теснить позиции российской валюты против всех основных конкурентов, ну, прежде всего, доллара и евро. Наша цель 58, я думаю, что может быть при определенном стечении обстоятельства, конечно же, в пользу нашей инвестиционной идеи, эта цель будет реализована уже, может быть, в начале следующей недели. Сейчас актуальные котировки 57,35 и, по сути, на премаркете этот рынок еще не открылся, но если сегодня мы увидим то, что нефть из-за стремительного ослабления последних дней оказывает такой давляющий эффект на рубль, я думаю, что пара может снова устремиться в район 58, и, быть может, мы протестируем это значение. Если 58 пойдет как сопротивление, я думаю, что можно будет делать ставку на еще большее ослабление. Но это уже разговоры следующей недели. Переключаемся на евро-доллар. Вчерашняя торговая сессия восстановительная. Если посмотрим на актуальные котировки сейчас, то пара торгуется в районе 1,11. Разумеется, главной темой, главным новостным фоном для рынка остается Греция. И мы обсуждаем ее на протяжении последних, наверное, активно обсуждаем полутора месяцев. Греция сейчас находится, точнее можно сказать так, греческая трагедия, греческая комедия, либо трагикомедия, в общем, греческая эпопея близится к своему логическому завершению. И вполне возможно, что как раз точка в конфликте и противостоянии между Грецией и торгой Криторовой будет поставлена уже в это воскресенье. Потому что на это воскресенье назначен очередной саммит еврочиновников. В принципе, выходные будут очень интересными, потому что в субботу на встрече Еврогруппы в воскресенье мы переключимся уже на факт саммита и будем, конечно же, внимательно следить, как проходят переговоры и смогут ли стороны найти компромиссное решение, преодолеть вот этот очевидный факт разногласий. И смогут ли они выйти на сделку и на общий знаменатель по договоренности. Это сейчас вопрос номер один. Мы знаем то, что Греция сейчас испытывает очень серьезные проблемы с ликвидностью, вследствие которых они, к сожалению, до сих пор не могут открыть банки. Скорее всего, банки так и останутся закрытыми. Точнее, не скорее всего, а уже факт известный. До следующего понедельника. Если договоренности не будет по факту воскресенья, значит, я думаю, что ситуация еще больше усугубится. На текущий момент, сегодня, а в частности до вечера, Греция должна представить тройке кредиторов Еврогруппе, МВФ и Европейскому центральному банку пакет новых предложений, инициатив по реформированию экономики. И нужно, конечно же, чтобы эти предложения уже полностью бы устроили тройку кредиторов. Также очень важный нюанс заключается в том, что этот пакет предложений должен сначала быть согласован в правительстве Греции, в парламенте. Потому что, в принципе, мы знаем то, что парламент сейчас занял жесткую позицию и не очень-то охотно идет на одобрение мер, которые предполагают дополнительную фискальную нагрузку на население. Поэтому греческому правительству, прежде всего, цифрусу нужно сейчас преодолеть еще внутренние разногласия, подготовить тот документ, который устроил бы всех, протащить его на уровне принятия в рамках соответствующих государственных инстанций в Греции, и уже потом представить на анализ тройки кредиторов. Стоит также отметить, что как раз эти предложения и факт того, устроят они или нет, будет закладываться в потенциальное решение со стороны тройки кредиторов о предоставлении Греции как косрочного финансирования. Сейчас идут обсуждения по срокам того, будет ли это финансирование до конца этого месяца, либо все-таки это будет более, скажем, растянутый срок, может быть, на несколько лет. Сегодня, точнее не сегодня, вчера Греция сделала запрос в Еврогруппу на получение этой дополнительной ликвидности. Еврогруппа тут же передала этот запрос в Европейский центральный банк. ЕЦБ отметил то, что если договоренность будет в это воскресенье, соответственно, помимо каналов экстренного финансирования и экстренного кредитования, они смогут выделить дополнительные средства для поддержания греческой банковской системы. Сейчас эта ликвидность жизненно необходима, потому что по МВФ, тут уже пройдена история, мы знаем то, что Греция не рассчиталась по долгам, не исполнила своего долгового обязательства, но на повестке дня уже обозначен Европейский центральный банк, потому что 20 июля Греция должна исполнить перед ЕЦБ долговое обязательство на сумму 3,5 млрд евро. Это очень много, разумеется, таких денег нет. Нужна поддержка, нужна финансовая ликвидность, нужны средства со стороны институтов, которые, собственно, и могут в потенциале поддержать экономику Греции. Поэтому продолжаем следить за переговорами, концентрируемся, фокусируемся на очень фундаментально насыщенных выходных, и, быть может, давайте присоединимся к еврочиновникам, если они считают то, что как раз эти выходные и предстоящий саммит должен оказаться последним саммитом, значит, получается, может быть, действительно он будет последним. Хотя есть вероятность того, что стороны опять не договорятся, решат собраться уже на следующей неделе и продолжатся вот эти качели. Все бы ничего, но вы прекрасно понимаете, что сейчас каждый день промедления – это серьезная угроза для экономики Греции, потому что фактически банковская система блокирована, она не работает, и, по сути, вся страна парализована. Тянуть нельзя, может быть, стороны действительно подойдут с максимумом ответственности и выйдут на сделку в это воскресенье. В целом, учитывая такой новостной фон, нас ожидает очередное открытие с ГЭПом, поскольку все-таки ставка очень большая на это воскресенье, я думаю, что ГЭП может оказаться самым существенным, который мы видели за последние две недели. Я видел прогнозы, что кто-то ожидает ГЭП в 200 пунктов, кто-то делает ставку на 300 пунктов. Есть и те, кто отмечает, что в случае негативного сценария мы увидим ГЭП в полтысячи пунктов. Это пять фигур, вполне возможно. При негативном сценарии, разумеется, это вниз разгрузка евровалюты и рисковых инструментов. Если же все-таки стороны договорятся, можно будет увидеть такой же всплеск интереса к евровалюте и, соответственно, ГЭП уже в обратную сторону, направленную на восходящее движение главной валютной пары. Идем дальше. Доллар японская иена. Здесь стоит отметить очень интересную торговую сессию прошлого дня. Откройте графики, посмотрите. В частности, доллар японская иена потеряла 200 пунктов буквально за несколько часов, добравшись до минимальной отметки 120-40. Такая коррекционная динамика произошла до публикации протоколов последнего заседания комитета по открытым операциям на финансовых рынках США. И связано это было с тем, что на рынке произошел форс-мажор, который, может быть, был связан еще с ситуацией в Китае. Когда говорят трейдерским языком, нью-йоркская биржа просто упала и не поднималась практически 3,5 часа. Торги были приостановлены, не проводились. И, разумеется, это спровоцировало панику среди трейдеров, инвесторов, потому что все решили, что то, что происходит в Китае, уже начало перекидываться на другие площадки, на развитые рынки, на развивающиеся рынки. И та же самая разгрузка, те же самые потери стали характерны и для них. Поэтому тут же капитал стал перетекать в защитные убежища в тихие гавани, драгоценные металлы, японскую иену, в частности, по этому валютному тандему. Видно то, что в случае коррекции пары доллар-японская иена, разумеется, укрепляется иена. Но сегодня мы видим то, что доллар спешно старается уже отбить утраченные пункты, поскольку все биржа функционирует так же, как и раньше. Такой коррекции, как предполагалось, там не было. Может быть, это были слишком завышенные риски, но они были вполне обоснованы. Мы видим то, что с учетом актуальных котировок пара доллар-японская иена уже торгуется в районе 121.50, то есть с азиатских торгов прибавило уже 110 пунктов. Я думаю, что восходящее движение может продолжиться, и вот этот локальный выпад может быть легко перекрыт. Что касается протоколов вчерашнего дня, мы ожидали услышать жесткие комментарии со стороны голосующих членов ФРС. На самом деле жестких комментариев не последовало. Напротив, большинство чиновников высказалось в пользу того, что сейчас нужно притормозить еще с ожиданиями по ужеточению монетарной политики, обозначив, по крайней мере, до конца этого года, но вряд ли стоит надеяться, что это решение может произойти и в сентябре. Но мы, в принципе, ожидали, что до конца этого года, если не в сентябре, то в декабре. Поэтому в целом ничего не изменилось. Также состоялась конференция одного из самых авторитетных членов ФРС, и он уже, будучи сторонником того, что экономику нужно уже ужесточать, точнее монетарную политику, высказался в пользу того, что сейчас нужно все-таки уже начинать переходить к повышению процентных ставок, и лучше сделать это сейчас, чтобы не допускать образования финансовых пузырей. Кроме того, также в оптимистичном ключе он высказался о экономике в целом, и, в принципе, как и мы, обозначает то, что до конца этого года безработица может уже снизиться в район 5%, а инфляция постепенно на те основания для роста в район 2%. Поэтому, если Вильямс сможет оказать влияние на других членов ФРС, если сможет использовать весь свой авторитет и влияние, я думаю, что уже по итогам следующего заседания позиция по ужесточению монетарной политики будет изменена в пользу большинства, направленного на необходимость нормализации денежно-кредитной политики. Для нас в целом это ожидание по росту доллара, это усиление позиций американца против японской иены и движения этого тандема валютных активов в район 125. Пока от этой цели не отворачиваемся. Еще хотел пару слов сказать про канадский доллар и фунт. Откройте графики фунт-доллар, текущие актуальные котировки примерно в районе 1.54, хотя локальный минимум вчерашнего дня это 1.53 с небольшим. В целом сейчас мы констатируем общую панику трейдеров, инвесторов, заставляющих уходить от расположения рисковых активов. Вчера, правда, были опубликованы еще прогнозы по темпам экономического роста британской экономики, где совершенно четко и очевидно стало ясно, что ситуация в Греции уже является тем фактором, который дестабилизирует общий мировой экономический порядок и сказывается негативным образом на экономике Англии. В частности, прогноз на этот год был снижен с 2.5% до 2.4%. Поэтому в целом я считаю то, что Британия сохраняет потенциал для конъекционного движения, и следующей целью можно обозначить уже снова возвращение в район 1.53, потом, может быть, пойдем еще ниже. И что касается пары USDCAD, еще вчера хотел обратить ваше внимание на перспективы этих валют, но, к сожалению, упустил эту идею. Сейчас к ней давайте все-таки вернемся. Что касается канадского доллара, поскольку мы уже говорим про серьезные потери, которые несет нефтяной рынок, разумеется, это очень больно сказывается на динамике канадца. Сейчас мы видим то, что пара USDCAD достигла вчерашнего хая в районе 1.2766, и на фоне реально тех проблем, которые характерны для канадской экономики, это снижение потребительской активности, снижение инвестиций, капиталовложений, состояние рынка труда тоже оставляет желание лучшего. Все это указывает в пользу того, что экономика нуждается в дополнительных экономических стимулах. Плюс ко всему, вчера был опубликован отчет по числу разрешения на строительство, и в месячном эквиваленте этот отчет упал на 14,5%, то есть статистика оказалась хуже некуда. Честно говоря, такой плохой статистики по канадской экономике я не припомню очень давно. Поэтому сейчас больше трейдеров, точнее практически все фокусируются на том, что Банк Канады на следующей неделе пойдет на снижение процентной ставки. Еще одно снижение процентной ставки. И единственное, что может остановить столь радикальную решительность канадского мегарегулятора, это просто сногсшибательный отчет по состоянию канадского рынка труда, который мы ожидаем завтра. Поэтому если завтра хорошая статистика, вероятность снижения ставки уменьшается. Если завтра плохая статистика, значит можно практически с 90% вероятностью делать ставку на то, что в Канаде ставка будет снижена. И мы ожидаем в связи с этим еще большего давления на канадскую валюту и, соответственно, продолжение восходящего движения пары USDCAD в район 1.2850, а потом уже и 1.30. Это уже также наша долгосрочная идея, которая вот-вот будет реализована. Что касается сегодняшнего кодового слова, это Афины. Еще раз напомню, что бонус сегодняшнего дня это 5% плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Бонус действительно до следующего брифинга. Поэтому советую вам обратить внимание на то, что такие бонусы существенно повышают покупательскую способность ваших депозитов. И это имеет очень важное значение сейчас, когда волатильность на рынках зашкаливает. Вопросы есть? Да, в том вопрос нашего канала с просьбой прокомментировать ситуацию по доллару. Сейчас в целом мы готовим очень интересный долгосрочный прогноз по золотому активу на ближайшие полугодия. Буквально через несколько дней он появится на нашем сайте. Но в целом, исходя из позиционной картины, поскольку именно мы традиционно ориентируемся на долгосрок, сейчас уже очевидно, что золото не пользуется такой популярностью спросом, как это было раньше. Сейчас золото уже не воспринимают в качестве тихой гавани, потому что если раньше золотой актив позволял трейдерам спасти средства от обесценивания, сейчас мы видим то, что инфляции как таковой нет. Ситуация в Греции. Также серьезный риск, по идее, еще, скажем, лет 5-7 назад спровоцировал бы активный интерес к золотому активу. Сейчас мы видим то, что серьезная ситуация в Греции, которая по сути может стать причиной развала всего валютного блока, не провоцирует повышенного интереса к золотому активу. Поэтому, исходя из общих ожиданий, тем более, что мы все-таки готовимся еще к повышению процентной ставки в рамках ФРС США, я считаю то, что золото будет оставаться под серьезным фундаментальным давлением и, опять же, на долгосрок, может быть, до конца этого года, сможет скорректироваться даже в район 1100 долларов за тройскую унцию. Это, кстати, наша позиционная цель. Большое спасибо за вопросы, ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте ваши вопросы и комментарии под видео окном. Всего доброго, до свидания.